Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Эндерл. Продолжаем исследовать эту пещеру. Надо разобраться, куда идти. Два рубильника мы уже включили. Вот здесь вот первый был, здесь вот второй. Сейчас возвращаемся и будем искать следующие проходы. Вот тут направо можно попробовать. Прямо, прямо и направо. Так, вот сюда мы, наверное, не ходили еще. Ну еще в ту сторону какие-то тоже. Ой, там куча всего. Ладно, потихонечку исследуем. Скелетики. Разложившиеся, заблудшие. Блин. Ну, это вообще не проблема. Когда есть дистанция, это все легко. Проблема, когда мы респавнимся сразу рядом с врагами. Еще кто-то остался. Все, теперь никто не видит. Рунная булава. Кстати, дорого стоит. Имеет смысл собирать эту хрень все. Ух, там элементали. Ледяные. Боже мой, сколько их там. У нас манны нету. Так, надо выпить. Винцо и грипп манны сразу. А где арбая? Это подозреваю ли... Не, еще не исчез. Куда-то ушел. Пошел кратким путем. А я без него разберусь. Когда одновременно и виной грипп манны, я намешал это все. Вот так чуть не убил. До убийства далеко было, но тем не менее, опасно. Особенность этого элементария, что перед смертью убегать начинает. Глюппи. О, 33 уровень. О, это очень... 275, кстати, опыт это дали. Отлично. И жизни остановились. Что такое трясется? Что-то страшное здесь происходит. А, мы потратили все очки. А, у нас же книжечки с собой-то есть. Еще остались? Моя света. Риторика. Там риторика теперь. Кого угодно уболтаем. Прекрасно. Заземление? Так, заземление четвертый уровень. Что такое? Что-то забыл уже. А, в секунду урон. Понятно. Ну... Пусть будет. Аброзия. Что у нас там с лихорадкой? 9%. О, еще один. Товарищ. Арбай, наверное, исчез. Пока не буду призывать. Без него справляемся. Нифига не еда. Не, вообще, надо призвать. С ним веселее. С ним веселее как-то. Блин, манна восстанавливается. Жуть как быстро. Ага. То есть мы... А, мы отсюда и пришли. Не, 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 мы как-то по-другому шли. Вот тут вот, наверное. Так, это получается третий рубильник? Вау, это мне так повезло сейчас. Мимо меня пролетели эти снаряды. О, это да. Так, тем временем уже 13%. Не страшно, у нас амброзии куча. Нужно ходить и следовать все. Так. Кстати, хорошее заклинание. Угненшард третьего уровня. Милость четвертого. Не сюда. Так, милость четвертого. А у нас какого уровня, милость? По-моему, у нас вообще второго. А нет, третьего. Третьего, четвертого уровня значительно лучше. Это нафиг. ГТ добавляем. 29 в секунду. Во, добро. Кираса-звездника. Класс брони 39. Перегружены уже. Ай-яй-яй. Пришлось секиры выкинуть руны. Слишком тяжелые. Так, ну три рубильника. По идее, что-то должно открыться. Наверное. Еще надо пройти до конца все и следовать. Пройдем тут по прямой. Сейчас налево. Это камень-душ большой. Гигантский. Великий, поклоняюсь тебе. А больших, походу, дела нету. Сразу только великий. Так. Может наполнены? Где он там? Полный. Полный великий камень-душ. Ох, мы что-нибудь зачаруем. Так. Имеет смысл прокачивать зачарование. Посмотрим, что можно сделать. Так. Лодка звездников. Чок. Да, надо попробовать. Посмотрим, что вообще стоит зачарование. Потому что у нас, в принципе, это не слабая прокачка. 50 с чем-то. Если даже с таким камнем крутым хорошего предмета не получится, то смысл прокачивать зачарование вообще нет. Ну, только для заработка. Дорого вещи продаются, зачарованно. Так, и чё? Никого? Вас заметили. О, эти гады там. Давай, сражайся. Ну, где они там? Ледяные призраки. В них фиг попадёшь. И где он? Хорош. Всё. Наверное, вот эти врата открылись. Скорее всего, они были заперты. Потому что я тут не ходил, они уже открыты. После того, как я все рубильники переключил, они открылись. И свет этот, наверное, зажёгся. Пусто. Массивный сундук, без замка. Я уже думал, перегруз сейчас будет. Ну, всё на грани. Заблудший. Две плюшки. Так, свет. Да, уже перепис. Можно телепортнуться, всё продать. Я решил всё-таки использовать великий камень душ и зачаровать ожерелье, которое я только что изготовил. Используем зелье зачарования. Только тухлое нашёл, других нету. Вообще единственное, которое было в продаже. Так, вот он, великий камень душ. Золотое ожерелье с рубином. Укрепить магию света. Я думаю, это будет самое то. Ману 23 тоже хорошо, конечно. Но вот на 19% магию света, это вообще супер. Готово. Можно что-нибудь ещё под шумок создать. А у нас ничего нет. Где там скрытность? Так, смотрим. Ожерелье с рубином. А то у нас было ожерелье, там вообще дешёвое. 4, по-моему, процента улучшало восстановление маны. Вот это гораздо круче. Самый дорогой предмет. 980 монет стоит. Магия света теперь значительно меньше будет маны тратить. Это очень хорошо. Немножко прокачался. Там раскидал по всему зачарование. Добавил. Очко воспоминаний надо использовать. Так, у нас 3 пути. Вот, все заклинания против нежити на 30% эффективнее. Это уж круто вообще. Очень круто. Кстати, появились призываемые существа 2-го ранга. Например, грязевой элементарь 2-го ранга. И он уже 33-го уровня. Ещё круче, чем арбая. Я так понимаю, 2-го ранга и арбая будет тоже. Так, ну, в принципе, я всё продал. Всё, можно возвращаться обратно туда, в пещеру. Переодеться только, то забываю постоянно. Расслед. Расслед. Деяния. Кольцо нас могучей манны. Короче, надо ещё эти камни большие, великие камни душ и прокачивать. Зачарование. Имеет смысл. Ух, как имеет смысл. Очень имеет. Ну, кстати, быстро телепортировались. Как-то даже странно. Так, свет. Фокус. Посмотрим сейчас, сколько будет у нас свет тратить. Ну, порядочно, но меньше. По идее, должен меньше. Сука, там 19%. У нас же всё одето. Надо проверить. Жерель одето. Кольцо. Кольцо одето. Всё. Так, что Арбая, получается, теперь не самый сильный вариант. Но я уже не стал покупать этого грязевого элементаря. Чё-то он мне не понравился. Тем более, пока что Арбай и так хорош. Силён. Ну, затупливает местами. Ну, а это все тут так. Какой-то цвет. Ну, чё-то. Неактивный. Перчатки у нас ещё так себе. Хорошо бы их переделать. Так. Беги или умри. Сохранимся. Пройдём вперёд. Посмотрим, чё там вообще такое. Оттуда ветер так дует. Я так понимаю, мы вперёд будем бежать сразу. Откроются эти врата. Мастер. Я могу, конечно, взломать, но это будет неинтересно. Ну, и свиток тратить не будем. Короче. Надо сразу выпить. А, ну, у нас есть. И вперёд. Сзади какая-то гадость происходит. Скорее. Я так и думал. Арбаю нашу огуляли. А, кстати, не до конца призовём заново. Ну, кстати, призы фарбай немного тратят энергию. Не у меня. Мискамюр. Вот он сам, мискамюр. Так, секундочку. Мы, в принципе, сохранены. Надо попробовать в камень души его загнать. С одного удара убил. Вот зараза. А, я щит не поставил. Кстати, я щит не поставил. Вы глупый. Вот так вот. Сейчас попробуем. Большой душа успешна. А, нам надо огромное. Не. Не. Загружаемся. Почему-то камней больших я не встречал. Сразу обычный и огромный. Вот это странно. Ну, вообще, изи. Боже, какой ты ужасный. С опухолью мозга. Нет, не мозг, получается, это опухоль щеки. Жесть. Колодец. Это еще колодцы желаний поискать. В этой игре столько всего. Ботинки трибунала. Сразу вспоминается Моровинт. Энтропии. Псионические заклинания. Мана восстанавливается и улечит восстанавливание здоровья. Вот так вот. Восстанавливание здоровья вообще появляется. У-у-у. Извилистые ботинки убийцы. Скрытность на 17%. Скрытность очень дорогая. Поэтому вещи со скрытностью всегда очень дорогие. От скрытности интересно играть. Я уже про это, наверное, говорил. Но это геймплей медленный. Это не для записи. Книга адепта по скрытности. Скрытая мука. Вскосная. Сердце севера. Луки. Да, лут просто топовый. Серебряный стальной меч. Эхопаршо. Сопределение магии. Тяжелая броня. Не. Да уж. По сапожке там какие-то были очень хорошие. У нас обувь немезиса или немезиса. комплектная кстати получается. Ментализм или ментализм. Это все нужно. И манна. Но мы оденем эти потому что увеличение восстановления здоровья. скорость манны там. Не, ну лучше в общем. Хотя и без комплекта получается. Но восстановление жизней это вообще круто. А, не тяжелые, да, наверное? Не, еще и легкие. Шик. доспехи чуть даже больше. Круто, круто. Топовая пещера. Топовый лут. Перийский куб. Ничего не весит, ничего не стоит. Исследуйте старый мискомер в поисках перийского артифа. но здание было. Боже мой, на задание было в этой пещере. Я просто зашел вернуться к Тайвану. Ланнистеру. Круто. Это столько золота. Когда-нибудь видели? Столько золота. Прямо гора. Монетки такие здоровые. Может шоколадные? черепа, что ли? С одной стороны лев. 66 монет. Мне казалось, там побольше. Так, сундучок. Открыть старый мискомер. А назад дороги нет, правильно. это наверное какой-нибудь выход уже. А, это телепорт. Крутяк. Все, уходим отсюда. Могли бы телепорт на выходе уже поставить. Мы все наверное тут исследовали так. А, не в ту сторону пошел. Да, тут нет места, в которые мы не ходили. Все осмотрели. Пещера классная. Особенно классный лут был. Очень порадовал. звуки такие интересные. Ну и выглядит так красиво. Интересно. Столько труда в это все вложено. Еще поражаюсь. Сколько уж там людей работало над игрой. А, тут кстати мы не в пещере даже находимся. очень разные пещеры. Так, идем дальше. Куда нам? Вниз по-моему куда-то. Чуть гляну сейчас. Так, а по идее назад и сюда идти. Чуть чуть так одним глазком. какой тут пересвет. Руда корундовая а лунный камень. Больше было бы очков крафтинга. Интересно было бы посоздавать предметы. Очень интересно было бы. Не хватает жутко очков. Может зря я столько в риторику не так она много в диалогах решает. Я думал больше на торговлю. Торговля в принципе не так важна. С деньгами редко когда в рпгшках бывают проблемы. Их всегда можно заработать. Ремесло у нас вообще не качано. или пять я пять наверное пунктов сюда запихнул. так здесь мы разобьемся. Джаспар тут несколько дней стоял получается. так как нам идти сюда наверное да 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 все и что у нас жизнь восстанавливается или нет и не туда что-то я не вижу чтобы жизнь восстанавливалась 87 не восстанавливаются они а почему написано что ботинки трибунала восстановление здоровья увеличить на 5 единиц и как это понять это обманка в основном из-за этого я одевал их то есть наверное если мы что-то съедим тогда увеличится это тупость да ладно пусть пока будут одеты че там Джаспар молчит а он вообще где-то отстал блин а не уже думал в Джаспара попал родовой дух 215 так там морозный призрак кристальный призрак ну-ка поборись ка с ним ты смотри че вытворяет пусто так защита от магии тоже а это не то секунду а я не туда поставил логически на тройке у нас что ничего защита от милости у нас на тройке должна быть я перепутал а защита от магии на четверке защита от магии второго ранга всего лишь это нехорошо арбая как всегда где-то отстал там тупят союзники конечно зато иногда стоишь на месте изучаешь написано вам опыт вам опыт то есть где-то бегает кого-то убивает приятно однако мамонты мертвый мамонт душа добавили бы какой-нибудь диалог восклицание что такой лежит так а в какую тут сторону вправо ой тут зараза кристальный признак вот почему он не горит то есть во время удара урон наносится и все или у него защита какая-то специальная эффект горения слабый совсем а я его прокачивал еще я роду добываю на заднем плане планета дальвара гзевает очень в тему тут вид какой так еще призраки и менталь так где там че жив их ты худые хорош хорош ах ты уровне сейчас будут только так штамповаться штамповаться так а что там за замок у нас мамонт живой вау что за замок наверное мы там были а это это туманное правильно это же туманное там да туманное мы видим что 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 это такое дальвара добывает руду уже добытую правда блин прикольно то есть я далеко ушел с пути он как бы отделился от нас и ищет каким бы занятием заняться прикольно это большой плюс мамонт ты ж не будешь нас атаковать красавец какой здоровый величественное животное вот он огневспых Константин быстрее несколько дней шел да да красавец ищет Субтитры создавал DimaTorzok Классный этот огнеспых, Константин, озвучен топово. Значит, благодаря этому каменному сердцу храм оживает? Как это работает? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иными словами, в этом храме покоится сознание пирийца Субтитры создавал DimaTorzok Так, какой там сокет? Ну, алтарь Тоже красивое место Водопад Обалдеть Свет озарил наш путь Под поезд? Под поезд? Под поезд, если теории Лушиши Решали Лушиши Один вопрос, мой серфайр Спаркан Почему я? Почему что? Это третья вторая vez, когда ты меня обитал И моя плата не совсем смешная Почему? Что вы хотите слышать? Я хочу видеть это. Класс ты, Константин, вообще обалденный. Так, а свет, а вот. Секундочку, а луч сюда идущий что-то я не вижу. Ладно. Это мост тут получился такой. Офигенно. В принципе, даже без всех этих эффектов игра и так бы была топовая, интересная. А тут еще столько всего интересного. Обалдеть. Да. Живой храм. Интересный узор. Какой-то восточный. Похоже на тот. Так, что у нас лихорадка, кстати. 13% нормально. Человек мертвый. Причем обожженный, потом обмороженный. Жесть. Клеп. Ой, совсем лохи. Та пещера посложнее была. Так, они ждут меня? Надо башенку осмотреть. Так. Ух ты. Так, может их заранее поубивать? Сейчас попробуем. А вообще, не будем. Вдруг какие-то диалоги из этого исчезнут. В сюжетных миссиях лучше идти вот по рельсам, как нас направляют. И не выпендриваться. Ну, мы же не бета-тестеры, которые ищут какие-то проблемы. Сразу гулял. Так. Того здорового надо. Великан. Причудливая заблудша я. Здесь в крови. А опыт? Опыт. Почему не мне дали опыт? Обидно. Кстати, возможно, гигантский камень душ наполнил. Ну, маловероятно. Заблудша я. Но это явно не девушка. Хотя. Мы знаем всяких сирен Вильямс. После этого ничему не удивляешься. Так. Куда вы собираетесь идти-то? Туда? Вперед? Мы же тут не обследовали. Не, я смотрю. Ладно. Вы постойте тут? Я все-таки осматриваюсь. Видно, убил Константин Огневспых. И из-за этого опыт не засчитался. Дельварек в моей, как бы, команде, а он нет. Вот так вот. Одна плюха. Трогай. Огневспых, кстати, так в бой бежит. Как будто у него ближний бой. Как будто у него топор какой-нибудь. Прямо сближается. Опять красивое место. Ах, как же красиво. По графике, конечно же, все устарело. Но дизайн уровней прекрасный. Очень дешево. Каждый раз неправильно называть имени. Кажет, что имеет что-то такое. Боже, Мじゃあ, Маленьком, и Млудзевым сlos. Маленьком. Кажет на сонми. Ах. И посмотрите на симптомы на сторонах. Чуй-кар-а. Кюреса. Гандила. Маленьком, Млудзевым сонми. И Млудзевым сонми. Продолжение следует... Я так и думал, кстати. Почему-то я подозревал, что мы темным будем. Исследуйте храм, наступите на темную пластину. Ладно, пойдем, Арбая. Так, это сюда, да? Свет. Окей. Живой храм. Так, здесь... Арбая. Огненные заклинания не очень-то подойдут. Иссер Баева едет. Ну, давай. Посмотрим, кто кого. А, там второй еще. Не, ну это долго будет. Так, ледяное. Что у нас есть ледяное? Ледяной шип и все. Ух ты, тут сплошные огненные элементали. Хорош. Так, проходов несколько. Идем сюда сначала. Ну, добей уже. Такой урон низкий. Ну, да, это танк. А вот Волк, наверное, больше дэмэдж-дилер. Хотя фиг его знает. Ладно, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.